Игра, которой больше двух столетий. В Первоуральске прошли соревнования по городошному спорту. Что нужно для победы в русской народной забаве, сила или опыт, узнавали наши корреспонденты. Альберт Тихонов с городошным спортом познакомился еще в детстве. Сначала играл с друзьями во дворе, затем с коллегами участвовал в корпоративных соревнованиях. Сейчас пенсионеру 82, но возраст не мешает ему давать фору молодым спортсменам. Развивает и логику, меткость, и руки, и все тело развивает. Потому что удар приходится разворачиваться, ну всяко. Потом ходить надо, ставить пешки. Альберт Тихонов – ветеран металлург. Сегодня он участник соревнований по городошному спорту в рамках спартакиада ПНТЗ трубной металлургической компании. В городки – русскую народную игру, которой уже больше двух столетий, соревнуется 8 команд. Мы считаем своим долгом популяризировать этот вид спорта. Как показывает практика, ветераны, то есть те, кто именно тренируются, постоянно ходят сюда, на эту площадку, они показывают наивысший уровень мастерства. Письмо, пушка, рак, самолет – так называют фигуры из цилиндров. Всего в городках их 12. Выигрывает тот, кто выбьет их из квадрата за наименьшее количество бросков. Некоторым помогают навыки, приобретенные в других видах спорта. Вот я здесь заметил, мы играем в дарс, это как-то помогает, потому что там точность, и здесь точность. И кто играет в городки, кто именно играет в дарс, в городках получается очень хорошо. Там же все от глазомера зависит. В дарс, городке и еще более 20 различных видов спорта в рамках спартакиады металлурги состязаются на протяжении всего года. Сегодня, после полутора часов борьбы, победа оказывается на стороне более опытных спортсменов. Альберт Тихонов получает звание лучшего игрока, а его команда, сборная ремонтно-механического цеха, завоевывает золото соревнований по городошному спорту. Светлана Вахмянина, Елена Пряхина, Андрей Агарков. Новости. Первоуральск.